Сегодня мы играем спектакль «Война, которой не было». Это спектакль про войну в Чечне, которая была, но многие люди не хотят признавать ее существование. Сегодня мы хотим высказаться в защиту спектакля, которого не было, и Алексея Малавродского, который находится в СИЗО по обвинению в растрате средств на постановку «Сон летнюю ночь», который якобы не был поставлен, и которого якобы вовсе не существовало. Этот спектакль до сих пор идет в репертуар театра, можно купить билеты. Этот спектакль был номинирован на фестивале «Золотая маска». Отрицая существование спектакля «Сон в летнюю ночь», власть отрицает существование режиссера, актеров и нас, зрителей. Они говорят, что нас нет, а мы есть. Никто не собирается и не претендует на то, чтобы вмешиваться в следствие. Но существуют все-таки такие понятия, как презумпция невиновности, просто в конце концов уважение человеческого достоинства. Странное, безапелляционное утверждение о том, что спектакля «Сон в летнюю ночь» не существует, не существовало, когда его видели тысячи людей, вызывает недоумение, во всяком случае. И если человек утверждает это, то он тоже должен, наверное, как-то озвучить причину и основание для такого утверждения. Ничего этого не происходит. От этого парадокса, от абсурдности происходящего, у меня складывается впечатление, что цель всего происходящего – это бросить тень на один из ведущих театров России, Google Center, театр, в котором не боятся высказывать свою гражданскую позицию через художественные формы, и с тем, чтобы дискредитировать в целом все думающее, неравнодушное и прогрессивное театральное сообщество. Это такая акция устрашения, и поэтому это касается всех нас. Это касается всех нас. И зачем это? Для чего? Я попыталась ответить себе «для чего?» или «для кого?». Это для меня. Это для него. Это для многих из нас. Для нашего сообщества людей, которые занимаются театром, извините за такое слово, искусством, в любом его выражении. Для того, чтобы мы понимали, что то, что мы занимаемся человеком, его душой, то, что мы занимаемся этим странным делом, означает, что если ты не понравился кому-нибудь из власти мущих, за что-то или не за что, он может сделать с тобой все, что хочет. И ты песчинка. И смирись, и веди себя, как песчинка. Я обращаюсь ко всем, от кого зависит решение о мере пресечения, пересмотреть ее и выбрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы для Алексея Аркадьевича Малобродского. Также я очень надеюсь на то, что следствие и суд будут непредвзяты, компетентны и очень скрупулезны, потому что только таким образом честное имя прекрасного и порядочного человека может быть восстановлено. И мы требуем, чтобы все время разбирательства Алексей Малобродский провел в нормальных человеческих условиях и в тюрьме.